Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы заканчиваем изучение Боговдухновенной Псалтири «Помяне Господи Царя Давида и Шукротость Его». И мы читаем 151-й Псалом, который имеет надписание по септуагинте «Сей Псалом писан особо вне числа 150 псалмов Давида, когда он единоборствовал с Голиафом». Что значит «сей Псалом написан особо»? По-гречески это будет собственноручно, по-славянски особь, как бы отлично от других псалмов. Вне числа 150 псалмов, то есть 150 псалмов, существующих в еврейской традиции, каноне христианском, в 60-м правиле Ладыкийского собора читаем книгу Псалмов 150, то есть это как бы классическая цифра. А 151-й Псалом — это как бы дань псалмопевцу, приношение некое такое молитвенное псалмопевцу Давиду, и опять вспоминается его единоборство с Голиафом. Мы все пребываем в единоборстве с Голиафом, когда читаем псалтырь и хотим прочитать ее до конца. Когда мы начинали эти беседы по псалтыре, у нас тоже было противоборство с Голиафом мыслимым, сможем ли мы, уложимся в срок, чтобы прочитать и посмотреть комментарии, разночтения по поводу этих всех псалмов. И сам этот псалом 151-й начинается словами «Малейшим я был между братьями моими, и юнейшим в доме отца моего, пас я овец отца моего». Здесь как бы вот такое исповедание Давида, свидетельство его о самом себе. «Малейшим» — это в буквальном соответствии с первой книгой царств, 16-11, когда он действительно был самый младший, пишет о себе Давид, «Я был между братьями моими, юнейший, то есть среди мужей, а в доме отца моего пас я овец отца моего». Обычно вот таким трудом занимались младшие члены семьи, а более зрелые могли заниматься земледелием или чем-то еще. «Руки мои сделали орган», то есть некий инструмент для прославления Бога, «И персты мои настроили псалтырь», то есть настроили некие лады, «И кто возвестил», «И кто возвестил», «Возвестит», «Возвестил», здесь, возможно, разные переводы, «И кто возвестил обо мне, Господу моему», то есть он не может понять, он пас овец, он настраивал вот эти инструменты, он играл на псалтыре, на органе, «И кто же рассказал обо мне Господу», как бы говорит Давид, «Что меня малейшего и юнейшего призвали», «Кто возвестил», «Кто сказал обо мне, Господу моему», «Сам Господь», отвечает он на поставленный собой же вопрос, «сам услышал», «услышал», «услышит» по-славянски, то есть Господь услышал эти песнопения, которые он пел, «Воспевая Бога», на тех полях, на тех лугах, где он пас овец. «Сам послал вестника», по-славянски «ангела», имеется в виду вестник, это пророк Самуил, об этом мы читаем в 16 главе первой книги царей, дело в том, что и на еврейском языке «малахим» это переводится и как «ангел», и как вестник, и как посол, даже так, и как переговорщик. «Сам послал вестника», то есть пророка Самуила, послал Господь, «и взял меня от овец, отца моего, то есть от того дела, которым я занимался, и, может быть, продолжал бы заниматься и теперь, если бы Господь не призвал меня к чему-то большему, и помазал меня елеем помазания своего». Это помазание, есть низведшие благодатные дары, смотрите, Исайя 61.1, напомазанного этим елеем Давида сошла благодать Духа Святаго. И опять он проявляет смирение, «братья мои, красивые и великие, то есть не мне чета, но не благоволил к ним Господь. Я вышел навстречу иноплеменнику», это его единоборство с Голиафом, «и он заклял меня идолами своими, то есть проклял меня. Я же извлекший у него меч, обезглавил его и снял позор сынов Израиля». Этим оканчивается этот псалом, который как бы не входит по определению Ладыкийского собора, 60-е правило, в общий список псалмов, которых указано в этом правиле 150, но он является данью Давиду, это как бы записка от Давида, донесенная до наших времен, которая обрывается как бы на полуслове, но которая возвращает нас к первому псалму, где сказано «блажен муф», там стоит «ха-иш», то есть определенный муф, то есть тот самый Давид, который и составил псалтырь. И как во время этих бесед мы провели 151 беседу по псалтыре, мы часто произносили слова благословения Давиду, этими словами же мы и окончим изучение всей псалтыри. Помяни Господи царя Давида и всю протость его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...